Суетливость. Мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях из добрых побуждений. Сейчас на примерах я расскажу вам, какой человек считается суетливым. Он дает обещания, которые не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Он дает обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. А спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, он старается помирить. Он обязательно поведет окольной тропинкой людей, сворачиваясь с главной дороги. А потом сам же не может разобрать, куда идти дальше в правильном направлении. Находясь в военном походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. Он приходит к отцу предупредить, что мать уже спит в опочивальне. А если врач, например, запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике умершей женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери, ее самой, и откуда эта женщина родом. Да еще и добавит, что все это были люди добрые. Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим. Не впервой мне, ведь уже и раньше много раз я об этом уже клялся. Вот такой вот человек будет считаться суетливым. Суетливость мы определим.